Переполненные классы, отсутствие актового зала и спортивного оборудования. С такой проблемой обратилась на предстоящий диалог с народом председатель родительского комитета второй школы селения Троицкая Захида Цурова. Построено еще в 60-х годах прошлого века учебное заведение, рассчитано на 320 мест. А сегодня здесь учится в три раза больше детей. Из-за нехватки помещений, буфет, в котором когда-то обедали ребята, тоже переделали под учебный класс. Поэтому перекусить школьникам теперь негде. До 8 часов дети находятся уже в школе. Они устают, им нужно отдохнуть, зайти в буфет, попить чай, поесть что-нибудь. Очень много детей в школе. Школа у нас перегружена. Хотелось бы, чтобы немножко разгрузили школу, чтобы построили нам школу, если это возможно. В 2015 году в школе провели капремонт. Чуть позже во дворе появилась спортплощадка. Правда, вот заниматься на ней получается далеко не у всех детей. Им остается только мечтать о просторных классах или хотя бы столовой. Когда тут был буфет, нам было легче тут как-то быстро на перемене побежать, что-то там, булочку взять и прийти сюда. А сейчас его нет. Я бы хотел еще, чтобы был спортзал хороший, мощный. Проблема с нехваткой ученических мест в селе стоит остро уже давно. Решать наболевший вопрос власти республики начали еще в 2016 году. Именно тогда в Троицкой состоялось торжественное открытие новой школы на 720 мест. Она стала достойной заменой старой альмаматор, подстроенной еще в 1820 году. Но и это не помогло вселению окончательно закрыть вопрос с перегрузкой. По данным статистическим у нас 2700 учащихся, посадочных мест 1358. То есть две школы у нас уже в односменном режиме, две пока двухсменные. Но в 2020 году по линии нацпроекта здесь заложена школа на 720 мест. Это у въезда со стороны города Карабулак. И по международной также запланирована школа на 704 места. Открытие новой школы ждут всем селом. Но до этого времени, считают родители, необходимо улучшать условия в нынешний альмаматор. Для этого Захида Ацурова и обратилась на программу «Диалог с народом». Уже не первый год национальная телерадиокомпания принимает обращения от жителей. Дозвониться в колл-центр вы можете по номеру, который видите на своих экранах, а также через мессенджер WhatsApp. Задать свой вопрос можно и при помощи смс. Кроме того, есть возможность написать администратору официальных групп НТРК «Ингушетия» в соцсетях. Амина Бокова, Ислам Марапиев, Новости 24.